В Люберцах состоялось общегородское родительское собрание, посвященное подготовке выпускников девятых и одиннадцатых классов к экзаменам. На собрании рассмотрели важнейшие аспекты подготовки к итоговой аттестации, а также порядок проведения ЕГЭ и ОГЭ. На месте работала съемочная группа нашего телеканала. Мероприятие собрало большое количество родителей, стремящихся получить актуальную информацию о предстоящих испытаниях. Выступающие подробно рассказали о ключевых аспектах подготовки, обращая внимание на важность систематического подхода к изучению учебного материала. Акцент сделали и на подготовке школ городского округа к проведению выпускных экзаменов. У нас будет привлечено на период итоговой аттестации более 500 сотрудников для проведения экзаменов. А всего 11-ти классников в этом году у нас, ну я имею ввиду 24-25 учебный год, 1354 ребенка. Государственная итоговая аттестация в 11-х классах по срокам уже нам понятна. И приказ Рособорнадзора состоялся. Сроки каждого экзамена определены. И первый экзамен начнется уже 23-го мая. Экзамены в 9-х классах у нас начнутся немножко раньше. С 21-го мая. Также озвучены основные этапы проведения ЕГЭ, включая регистрацию и сроки получения результатов. Особое внимание порядку проведения экзаменов. Каждая аудитория будет снабжена камерами видеонаблюдения. Мы когда проводим экзамены, мы ставим рамки, которые реагируют чутко на электронные часы, на мобильный телефон и так далее. Поэтому мы рекомендуем сразу детям выкладывать телефоны, не рисковать ни в коем случае, на стол положить, потом убрать в коробочку. И ответственный, кто привел детей, может забрать телефоны до окончания экзамена. Выступили и представители вузов. Они рассказали о правилах поступления, требованиях к абитуриентам и возможностях, которые открываются перед выпускниками. Родители задавали вопросы, касающиеся специфики каждой образовательной программы и получили рекомендации по выбору будущей профессии.